Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Вот мы пришли в нашу русскую баньку, которую раньше мы топили дровами, а потом, после того, как чуть не случился пожар, перешли на финский хороший обогреватель. И меня так часто обвиняют в гипертрофированном чувстве собственного величия, что я решил купить себе даже вот такую вот шляпку банную, чтобы подтвердить все ваши опасения и догадки. Так что, товарищи хейтеры и хэви-метал панка-шансонщики, вы не ошибаетесь, я действительно лучший! Возле нас тут недалеко лес, поэтому мы летом заготавливаем венички. Вот это дубовый, дубовый, видите, он подсохший, правда, его надо запарить хорошо, потом уже пользоваться. Вот это вот она, финская красавица вот эта. Нагревается за полчаса баня 100 градусов минимум. Порядок. Теперь уже можно нагреваться. А тут все хорошо сделано по правилам. Липа настоящая, дышит хорошо, отверстие, вентиляция специально на улицу. Вытяжка оттуда идет, из-под печки. Все по правилам. Только так надо делать, иначе циркуляции воздуха нет в парилке. Ну, это я вам как строитель рассказываю, как это делается. Она небольшая, нагревается быстро и точно так же быстро остывает. Как только мы выключаем ее, через полчаса здесь уже спокойно и не загорится ничего. Здесь у нас температура и влажность все показывает. А там часы, потому что сидеть в бане долго нельзя. Заход в баню должен длиться минут 15, в крайний случай 20. Но это я уверен, что об этом знают все рокеры. Особенно панкеры и хэви-металисты. Они четко знают, они ребята жестокие, знают, сколько надо париться. А кто не знает, то я вам все расскажу, как баня должна быть устроена, парилка, и из какого дерева должны быть стены, чтобы они дышали. Поэтому каждый настоящий рокер должен париться в бане постоянно, чтобы жир топить и чтобы здоровым заряжаться. Поэтому настоящие рокеры вы все должны париться в бане каждую неделю минимум один раз. Кроме панков. Панкам нельзя. Они тогда разрушают свой имидж. Потому что панк в переводе на русский язык это отброс общества. Ему нельзя мыться, париться, стирать одежду, чистить зубы. Макпанки, продолжайте в том же духе. Держитесь, мужики. Рок-н-ролл джин. А парить веником себя я приглашаю исключительно барабанщика группы Волщука СД Константина Волщука. У него рука крепкая, удар тяжелый, мощный и умеет бить. Делать это в ритм, бить, в ритм. Давай, сынуля, не подведи. Аааа, вот они русские парни и умеют зашибать дух. Где рок-н-ролльщику не грустно? Где он уходит от тоски? Конечно, в бане нашей русской, где грязь смывают мужики. Здесь грязь смывается не только с усталых рокерских носов. Душа здесь чистится настолько, что ты к боям опять готов. Поэтому хороший рокер после концертного турне не водку должен пить жестоко, а в бане отдых дать душе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова